На Ромашова смотреть? Ха-ха, вы серьезно? Как они там без конца срутся с Кристиной и выясняют одни и те же дела свои, нерешенные, с одной и той же проблемой? Потому что эти два человека вместе несовместимы, и они пытаются что-то склеить, потому что они не представляют себе жизни без Дома-2, без проекта. Они вышли в обычную жизнь, у них нихуя не получилось, и они вернулись обратно на теплые места в Дом-2. Камон, вы серьезно? Мужикам по 30 лет они сидят на проекте и нихуя в жизни не умеют, кроме как жрать, срать, орать друг на друга. Типа люди не хотят заниматься, продвигаться самостоятельно. Люди не хотят, они привыкли сидеть, вот, что все у них готовенькое. Я тоже была на таких условиях, да, я тоже сидела, и я поняла, что спустя полгода эта зона комфорта мнимая, это какой-то кринж. Ну, потому что нельзя сидеть долго на одном месте, ты к этому привыкаешь, ты деградируешь, и потом ты выходишь в жизнь такой, а что спустя 200 лет ебать, что происходит в мире? Ну, это хреново на самом деле, когда ты долго на проекте. Максимум, сколько можно там просидеть, если что, это реально полгода. Пересиживать там, ну, точно нельзя. Например, как, кого я могу привести в пример, ну, Колю Должанского, он сидел там 8 лет, того же самого Ебарова, который я оттуда выгоняла, который там сидел 200 лет, я смотрела на этих дедов и думала, ёб твою мать, типа, это, конечно, прикольно, да, что они нашли свою нишу, скажем так, свою почву, но для меня достижением является, например, стать ведущим на проекте за это время хотя бы постараться. Если ты не стал ведущим за год, то не хрен там сидеть. Типа, не стал ведущим, ну, как по мне, так за год, если ты не становишься ведущим, то всё, ты в пролёте, твой поезд ушёл, вали скорее оттуда, занимайся своими делами, открывай свой бизнес, продвигайся и... Но не сидеть, блядь, дальше там. Почему Максим и Саня вернулись? Слушайте, по поводу Макса Моргенштерна могу вам сказать такую замечательную вещь. Я его знаю давно, и когда мы с ним снимали ТикТок, он у него начал расти. Как только он сошёлся с Аней и перестал со мной сниматься в роликах, у него всё стало мёртвым грузом. Статистика у него упала, у него всё, блядь, там такое стало скучное, такое стало неинтересное. На Дом-2 он опять вернулся, я думаю, потому что самостоятельно он не знает, как продвигаться в шоу-бизнесе, и... Ну, типа, у него там зона комфорта какая-то привычная. Он думает, что если он там сидит, что, ебать, он звезда. Ну, на самом деле, всё хуйня полная. Ну, как по мне. Потому что у тебя, come on, чувак, я когда узнала, что... Ну, мне просто позвонили, сказали, что ты знаешь, что Максим Моргенштерн вернулся на Дом-2, ну, как бы я не удивилась. Типа, это не из разряда человек-достигатор. Человек-достигатор, он может уйти откуда угодно и продвинуться куда угодно самостоятельно. Вот, а когда ты сидишь на всём готовом, за тебя всё делают, ты привыкаешь к этому, и ты такой, ня, типа, жизнь удалась. Это всё мнимая хуйня. Типа, на самом деле, по факту могу сказать, что... Могу сказать Моргенштерну, что жизнь у него не особо-то удалась, если он пошёл опять на Дом-2. Ну, это пиздец. Ну, типа, реально это пиздец. Как бы он, можно сказать, что подопозорил честь брата, что ли. Даже вот так я могу сказать, потому что я не думаю, что он такое скажет Алишеру. Алишер, я возвращаюсь на Дом-2, и Алишер такой, ебать, красава, бро. Нет, он так не скажет. Он скажет, что, ебанутый. Так, что, что, что. Классно с Моргеном зажгли. Ну, да, были времена такие, когда мы с ним зажигали. Ну, а сейчас он стал скучный. Как смотрит тебя вообще, когда был первый... Слушайте, серьёзно, я не буду отвечать на вопрос, когда у меня был первый кекс. Вы ещё спросите, какого цвета на мне трусы. Ну, серьёзно. Привет. В общем, вот всё я выговорилась. То, что я думаю по поводу возвращения на Дом-2 стареньких участников. Я, когда включила эфир и увидела там некоторых стариков, мне стошнило. Ну, реально, мне прям хуёво стало. Я смотрю, там у некоторых такие уже постаревшие лица. Я их не знаю, типа, я их лично не видела. Ефременкова, Хуеменкова и так далее. Вот вы мне сейчас про неё написали. Я в душе не ебу, кто это, потому что я с ней лично не общалась, ничего за неё не могу сказать. Но, когда я увидела ебальники старых людей там, перекачанные, которым даже ботокс не помогает. Ребят, честно, стрёмно смотреть такой Дом-2. Типа, они сказали, они набрали молодёжь. Блядь, ну и оставили бы молодёжь. Ну, нафига ты стариков на проект брать? Ну, камон. Ну, зачем ещё одни должанские на проекте? Коля, я ничего такого не имею против, но, блин, по-моему, он там реально пересидел. Я ему об этом и лично могу сказать в лицо, мне не стрёмно. Ну, типа, дохуя там сидеть времени, смысла нет. Что с Олей Бузовой, я тоже не знаю, что с Олей Бузовой. Кто мой самый близкий человек? На данный момент Алиса, мы с ней живём, вон. 24 на 7 я с Алисой провожу. Дай бог тебе в их возрасте норм выглядеть. Не факт, что я доживу до их возраста, но спасибо. Да, не вернусь я на Дом-2, блядь. Не вернусь, ребята, ни под каким пушечным выстрелом. Даже если меня просто пригласят туда в гости, просто прийти посмотреть на некоторых... А? На цирк. Посмотреть на этот цирк ебаный, я туда не приду. Потому что это цирк ебаный. Ну, серьёзно, блин. Меня уже эта приколюха не вставляет. Я никогда не возвращаюсь в те места, откуда ухожу. Это относится и к местам, из которых я ухожу, и к людям тоже. Спасибо. Салатик, кстати, вкусный. Который я сделала. А что ты за салат сделала? Только я в этом доме и готовлю ебать. Ты сделала салат? Да, вообще-то. Ты не сказал салат? Я делаю всё, чтобы вы понимали. Я уже чувствую себя ебать кухаркой. Я готовлю окрошку, хуёшку, блин, салаты, малаты. А эта пизда, Ивановна, не делает нихуя. Не, вот то, что я готовлю, это же пиздец кринж. Кринж? Кринж то, что я чувствую себя уже домохозяйкой. Давай тоже готовь хотя бы салаты иногда. Салаты? Я режу, ты говоришь, некрасиво. Ну, научись резать красивый салат, Алис. Это пригодится тебе в жизни. Мне готовить, по крайней мере. Вкусно, блин. Где? Я дома. Я дома, вон там лежит пизда Ивановна, которую зовут Алиса. Жена моя. По-другому я не могу назвать. Мы живём вместе, мы спим вместе, мы ещё и срёмся периодически. Это вообще трэш. Моя мама говорит, что мы как семейная пара. Моя мама говорит реально, что мы как семейная пара с ней. А потом она удивляется. Хотя ладно, не буду про это говорить. Правильно учи её. Погнали тикток снимать. Три миллиона у меня. Слушайте, ребят, я снимаю тикток в основном со своими очень близкими, знакомыми и друзьями. Поэтому, сори, напишите на пиар-аккаунт. Да не собираюсь я на Дом-2. Вы чё, блядь, угораете? Я вам тут полчаса рассказывала, что это ёбаный кринж. Ваш этот Дом-2. Что я туда больше никогда не пойду. Что все эфиры, которые я сейчас там смотрела, это какое-то говно ебаное. И вы меня сейчас опять спрашиваете, пойду ли я на Дом-2. Вы чё, угораете, что ли? Мама говорит, это всё план тормозит. Чё, блядь? Верю ли я в Бога? Я верю во Вселенную, ребят. В Бога ни в какого я не верю. Мой Бог, это моя Вселенная. Слушайте, Бог для всех разный. На самом деле, это понятие растяжимое. Типа, у всех это всё по-разному. Покажи, ну, вот ногти мои. Делал мне их мой любимый мастер. Мой любимый кролик. Что всё-таки случилось у вас? Да ёб твою мать! Слушайте, отгадай. Ладно, не буду ничего говорить. Что случилось с Холид... А вы дать имя? Да, не надо отгадать. Короче, что случилось с Холидей Бой? М-м-м, ничего у нас не случилось. А что, должно было что-то случиться? А ну, прикол! Что, должно было что-то случиться? Ничего у нас не случилось. Слушайте, хватит мне писать по поводу него. Меня уже все заебали. Пишите ему. Вот реально пишите. Спросите у него. Спросите... А, руки холодные. А, спросите у него, что у нас случилось. Пусть он вас просветит. Пусть он вам что-нибудь расскажет. Может, интересное, что-то новенькое, необычное. Чего еще не слышала. Легко ли тебе признавать свои ошибки? Нет. Ты что сюда пришла, блядь? Это мой прямой эфир, ебаный бросок. Я посмотрела на твой салат. А, да? Может, ты себе салат положишь? Мне нельзя. А, тебе нельзя? А что ты тогда на него смотришь? Это пособлазняться. А, пособлазняться салатом? Мне признавать свои ошибки? У меня нет ошибок. Все ясно? Поэтому мне нечего признавать. Вот, со мной люди согласны, что у эфира Дома 2 стали говном. Я думаю, что скоро это говно все прикроют. Да, у них же даже стали хуже эти, качество картинки. Качество стало хуже. Хуже стали, блядь, люди, которые там находятся. Там хуже стало, блядь, все. Знаешь, как картина безысходности? Знаете, картина безысходности. Это вот сейчас Дом 2, который перезапустили. Это реально уже картина безысходности. Я думала, что они запустили. Мне пришло охуенное, невъебенное, очень крутое. Посмотрела, разочаровалась, выключила и больше не смотрю. Алисе, приветик. Я тоже. Мне пишут, какая я пиздец агрессивная. Слушайте, ебала я в рот такие мнения. Я не агрессивная, я нормальная, адекватная. Адекватно рассуждающий человек. Я просто говорю правду в лоб. Я всегда говорю то, что я думаю. А если кто-то с этим мнением не согласен, это ваша проблема, идите нахуй. Вот и все. Нет, ребят, я в говне как раз таки не участвовала. Я участвовала в нормальном проекте, в нормальном Доме 2, когда он был еще заебись. Когда выпуски были заебись, когда там было еще реально интересно, когда было реально интересно его смотреть, а со мной его было смотреть вдвойне интереснее. А без меня это хуйня. Вот и все. Но там реально скучно стало. Это реально мое объективное мнение. Что я вам могу сказать? Я туда даже в гости к ним не пойду. Серьезно. Обидно, походу, что тебя не зовут на Дом 2. Вот ты говоришь про Дом 2. Слушайте, меня звали на Дом 2, но я туда не пойду. Это разные вещи. Когда не зовут, и когда зовут, туда не хочешь идти. Мне писали оттуда, так что... Нравится ли мне свое пение? Конечно, нравится. Это же я пою. Все, что связано со мной, ебать, мне нравится. Очень тупой вопрос. В каком возрасте быть постыдно девственникам? Как ты относишься к девственникам? Я им соболезную. Так, 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 так. Ношу ли я линзы? Да, ношу. Слушайте, не надо мне, блядь, указывать, материться мне или разговаривать мне нормально, без мата. Я буду решать сама, как мне с кем общаться. Это мой прямой эфир, еб вашу мать. Как, думаю, придет ли туда ебаров? Слушайте, я вообще об этом не думаю. Вообще похуй. Рапунцель опять на Доме 2, хотя сама кричала, что больше туда не ногой. Слушайте, у меня какой-то не мой эфир телетеста, не мой тиктоковский эфир, а у меня эфир сейчас чисто какой-то кринжовый с Домом 2. Мне насрать на рапунцелей, хуюнцелей, ебаровых, всех вот вместе взятых сейчас вообще вот по барабану. Кто куда пришел, кто там сидит. Я просто вам сказала, что эти старые лица неприятно, неинтересно смотреть. Некоторые там вообще пришли с морщинами. Бабы, которых закачивают ботоксом, у которых, блядь, уже обвисают нахрен сиськи, у которых уже там морщины появляются, какие-то стрёмные бобенцы. Ну, это зашквар. Как по мне, так это зашквар какой-то голимый. Hello. Hello, hello, hello. А, кстати, вот знаете, сейчас в тиктоке начала форситься такая хуйня. Типа, выпускаются мои видосы. Как вы говорите, высокомирные, где я могу кого-то полить говном и так далее. В общем, не суть. Я выпускаю ролики, люди снимают тиктоки на мои же ролики, с моими же оскорблениями, с моими же фразочками, и пытаются засрать меня. Это такой криш. Ну, типа, это смешно за этим наблюдать, потому что, по сути, вы пытаетесь засрать меня моими же фразами. Камон. Вы бы хотя бы это грамотно делали, если вы хотите кого-то засрать, с кем-то поскандалить. Хотя я никогда не обращаю внимания на хейт, на хейтеров. Вот. Но мне просто сегодня стало смешно. Это реально смешно. Моими же фразами меня пытаются засрать. Это даже не до хейт. Это какой-то долбоебизм. Ну, серьезно. Тикток я не исполняю. Тикток я снимаю. И только с известными блогерами, со своими знакомыми, со своими друзьями. А если вы хотите рекламу в тикток, напишите моему менеджеру в директ рекламу либо своего трека, либо с вами какая-то съемка, либо еще. Менеджер мой вам ответит обязательно. И ответит по поводу рекламы. Как думаешь, материться на публику, сколько времени еще будешь? Столько, сколько захочу, моя хорошая. Или мой хороший. Хуй знает, кто это написал. Вообще не важно. Спасибо за комплиментики. Их я люблю. Да, у меня виниры. Детей я не планирую. Сразу говорю, вообще. Никогда. Я до сих пор не верю, что встретила тебя. Ня. Как это делается тиктоковская фигня? Ня кутенися. Ня аригато. Так. Слушайте, лучше бы дом 2 закрыли, чем они его перевыпускали. Это хотя бы было бы красиво. Что такая эпоха, легенда уходит ебать в никуда. Они его перезапустили. Настолько говеный сейчас это все настолько хуёво, что лучше бы они его реально не перезапускали. Спасибо, Алис. Нам сказали, что мы милашки. Я бы уверена, что мы милашки. Мне кажется, мы суки конченые. Особенно, когда злые и голодные. Когда я сейчас была голодная, с салатиком наемся, буду добрая. Что за хайд с беременностью? Нет никакой беременности. Забейте вы уже на эту тему, блядь. Ее не было. Никакой беременности. Это все был хайп. Потерянное поколение. Тотальный похуизм. Мир уже не тот. Вот, ебать. Да, мир другой. Мир другой. Все. Если вы не успеваете за миром, сушите носки и чулочки и готовьте свои горшочки на пенсию. Мир уже не тот. Куда планируешь отдыхать, поехать в будущем? В Дубай. Придерживаюсь ли я диеты? Странно был задан вопрос. Но, как видите, сейчас да. Слушай, на самом деле, время уже половина одиннадцатого. И нам надо ехать в хаус, забирать наши оставшиеся вещички, все дела. Поэтому... Поэтому я, наверное, пойду. Приятно было с вами пиздеть немножечко. Не супер душевно получилось. Ну, а может быть, супер душевно. Хуй его знает. Короче, всех люблю. Поцеловала ваши сахарные попки. Всем хорошего настроения. Потерянное поколение. О, ебать! Я строчку придумала. Всем хорошего настроения. Вы потерянное поколение. Все, всех обняла. В задницу поцеловала.